Вторая часть Магнезонского балета. Мы продолжаем беседу о страстях. Или о страсти. О страсти в общем понимании глобальном, да? Или о страстях в отдельности. Мы можем... Вот мы послушали Влада и его мнение на это чьё-то. Ну, с точки зрения Айкидо. Не обязательно. Или не обязательно, да? Не обязательно. Зачем приплютать? Вот. Знаки. Это страсти. Что хочу сказать. Ну, вообще, на самом деле, да. Вот я почему эту тему немножечко, так сказать... Ну, мы обо всём говорим, конечно. И эту тему немножко хотел осветить. Потому что... Ну, на самом деле, нас... Ну, как бы на человека воздействует окружающая среда. Я имею в виду не природную физическую, природную я имею в виду. Ну, то есть... Мы не берём... А именно окружающая среда неприродного... Социальная. Да. Социальная, природная среда... Нет, социальная среда, которая воздействует... Потому что природная среда, она не воздействует на человека и не вы... И не провоцирует его на появление вот этой страсти. Природа. Она не делает, мне кажется, этого. Потому что это, как ты сказал, Андрей, потому что... Природа – это вот эта естественность. То есть, как бы, как животное. Да? Животное, что он делает? Он свои естественные удовлетворяет потребности. А вот внешне... Или где-то ещё. Вот там у него может возникнуть некое... Некие страсти могут возникать. Так же, получается, человек... Если человек с природой где-то... Ну, где-то не отделяется... Человек, если можно в клетку посадить. Да. Ну, я говорю, клетка может быть разная. Клетка, допустим, семейных отношений. Клетка... Границы. Золотая клетка. Ну, если золотая клетка... Даже золотая клетка. Там тоже страсти. Другого характера. Да. Они как бы разные. Нет, они не разные. Каждый человек ощущает одинаковую боль. Но чужую боль... Это эмпатия уже называется. Мы... Понимаешь? Ну, вот. Нет, не понимаю. Ну, кто-то яхту поцарапал, у него там трагедия. Вот смотри. Получается, что... Только неприродного значения объекты... Могут человека войти в страсть. Но человек, другого человека, может вовлечь в эту страсть, преподнося ему некие неприродного значения объекты. Ну, имеется в виду как. Вот я тебе говорю, как ты привел пример 90-х годов, да? Когда я человек, начинаю вводить тебя в страсть для того, чтобы ты свою страсть применил к обладанию неприродного объекта. То есть, завладел деньгами, машинами. Но ресурсами. Какими-то ресурсами. Причем... Я понимаю, там ты можешь завладать... А власть это самая главная страсть. Власть. Потому что это неприродное, опять-таки. То есть, мы можем только иметь страсть к неприродным объектам. Неприродным. То есть, неестественным, нефизическим. Почему? Ну, а как? Ну, хорошо. Ну, давай, ну, давай, давай. Я вот тебе разложил пассианс. Скажи мне что-то против. Ты говоришь, нет. А я боюсь, да. Меня бесит. Я думаю, что я... Разложил. Я думаю, что вот именно почему, допустим, у меня страсть не может быть... Опять страсть для удовлетворения каких-то своих эгоистических потребностей. Это хорошо. А? Может быть такое? Это страсть, а? Может, все. Ну, вот смотри, три уровня просто. Невежество, страсть, благость. А есть еще время, место, обстоятельства? Время, место, обстоятельства. Все, мы запомнили хотя бы прожиточное меню. И все, и мы в этом разбираемся. Сначала в невежестве. Вот как ты говоришь, листочек. Как я говорю. Ну, кто говорит? Я говорю. Кто вообще? Он уже запутался вообще. Кто сказал мяу? Да. Невежество. Ну, вот нет ничего. Потом страсть возникает. А потом благость. Когда ты наигрался в эти игрушки. А вот смотри. Есть такой слоган. Вот тебе надо наиграться. Есть такой слоган, который был озвучен. Дзюдо больше, чем спорт. Как ты думаешь, этот слоган, он вводит человека в страсть? Нет. Ну, больше и больше. В нем не заложена потребность в страсти? Ну, спорт это что? Ну, спорт это соревнование. Правильно? Нет, в самом... Вот все бери. Не бери спорт. Дзюдо больше, чем спорт. Здесь нету провокации некой на... Нет. А какая провокация? Это констатация просто. Ну, больше и больше. Ну, во-первых, кто это произносит, кто это констатирует? Люди, достигшие некой степени мастерства дзюдо там, да? Ну, да. Постигшие вместе с техникой... Овладев техникой борьбы, постигшие философию дзюдо, постигшие и прочие всякие составляющие. И они могут сказать, что дзюдо это вообще целый мир. Люди, которые постигнут... Это действительно мир. Это не только дзюдо, это другие виды спорта. Это даже люди, которые достигли определенных высот в этом виде спорта, они могут так сказать, что дзюдо... Это их жизнь. Спорт это их жизнь. Футбол это моя жизнь. Любой вид спорта, искусство. Он этим живет. Мир искусства, мир театра, мир кино. Да, это действительно так. но только я хотел бы тоже принять участие в беседе мы ведь в этот мир приходим все в каком виде там, да? мы приходим, наше состояние оно генетическое ну, любой генетический код каждого человека там, да? он образно выражается там, да? это некоторая составляющая по-человечески говоря способности у каждого там, да? у кого-то одна способность развита сильнее, другая меньше, и т.п. т.д. если мы говорим о какой-то там нормальной, порядочной семье то когда там появляется новый человек люди, родители в данном случае, пытаются выяснить, установить какие способности у него развиты более или менее, да? да, и иногда свои потребности переносят на ребенка и заставляют его заниматься нет, они просто не выясняют его способности там, да? а свой генетический код просто берут ему и присваивают не спрашивая его ни о чем там, да? это ошибка это ошибка, которая понятно, к чему пройдет а я говорю про нормальные семьи когда люди берут своего ребенка относятся к нему с уважением, как к взрослому там, да? и пытаются считать этот самый его индивидуальный код и развить не те способности, которые... вот я, допустим, я режиссер, и пусть он идет при учетстве а те, которые именно у него наиболее развиты там, да? и пошло это все... это история, которая применима каждому человеку что же касается дзюдо, коль скоро мы завели на эту тему, да? вот приходит новичок страсть он зачем пришел? он хочет бороться эмоции хочет он хочет бороться там, да? вот он начинает потихоньку впитывать в себя технику-технику борьбы, скажем так, да? и другие предметы, которые мастер, учитель ему преподает но процесс этот длительный и поэтому, когда опытный спортсмен борется с ним там, да? он всегда, он чувствует свой сопротивник а кто такой противник? он не обладающий техникой, он просто хочет победить вот страсть в нем в этом борется есть такое дело, да? чем это кончается? кончается это... травматизм зачастую потому что человек, не обладающий техникой может как сам травмироваться так и тебя травмировать почему? потому что ты там где-то зазевался да даже не зазевался а он без всякой техники тебя просто херакнул об татане там, да? и все и сделал это неправильно значит, что травма вот страсть и что доказал он, да? допустим, да? что я смог там а что делать? как эту страсть убрать? а вот что делать? вот как только ты начал эту тему, я сразу подумал вот о чем есть профессиональная среда да вот ты пришел туда новичком, да? тебе повезло твой учитель поймал твою страсть и начал из этой страсти лепить как скульптуру из тебя там, да? насыщать тебя техникой насыщать тебя философией ставить, что называется, тебе мозги, да? и ты идешь по этому пути ты не противишься потому что и он умный учитель всегда эту страсть будет в тебе подогревать чтобы ты двигался дальше вот умный педагог да он просто эту страсть он будет преобразовывать это вот как электромагнитное поле там, да? в него попадает какой-то предмет если приложить электромагнитное поле к этому предмету он начнет изменяться но изменять его слишком сильное напряжение оно ведет не к изменениям а к искажениям к искажениям этого самого генетического кода который каждая личность обладает поэтому искусство и мастерство тренера преподавателя в этом смысле оно очень значимо оно практически в такие руки попадет да оно практически решает все он эту страсть может в итоге он ее дезавуирует эту страсть и в итоге он получит ученика обладающего высочайшей техникой искусством борьбы потому что техника это одно а вот когда говорят про человека что он обладает искусством борьбы это не какое-то большее он эту страсть в своих руках в умелых руках преподавателя и учителя преобразовал и довел человека до такой до такого уровня ну может быть даже до вершины да после которого человека выпустит жизнь просто безбоязненно он уже уверен что человек в этот пойдет по жизни с таким багажом в этом виде в этом состоянии он будет идти по жизни и ему ничего не страшно он не совершит грубейших ошибок он не ну его величество случаев никто не отменял я согласен да но в принципе в принципе у него больше шансов да а знаешь что мне один недавно мастер он сказал когда этот человек может вот как ты говоришь и он будет а ты говоришь может может опять войти если связь ученика с учителем не разрывается и даже когда ученик достиг уже больше уже определенного уровня тогда выйти на вот эту ситуацию страстей опять-таки этот ученик не сможет почему потому что как только ну он будет чувствовать что наверное начинается какая-то вот пошатывание волностью волна вот в эту область он сразу же обратиться пришедшая не возьмись откуда он кому обратиться к тому первоисточнику который его учил с этой с этими страстями уметь управлять ими да не доводить их поэтому не должен терять связь с учителем наверное это то же самое что каждый человек не должен терять связь с родителями а и в общем масштабе каждый человек не должен терять связь с природой и как только наверное я так думаю происходит вот эти разрывы то все ты получается разрывы хорошее слово вот они разрывы их надо увидеть вот эти разрывы или да ну когда ты увидеть зачастую причинно-следственная связь тут такое происходит что мы имеем в конце жизни человеку под 70 может быть несколько вариантов для меня стоящий вариант когда человек в результате этого пути жизненного все время насыщался как насыщался так и отдавал что-то людям и в итоге он насытился до такого уровня самодостаточным да он стал самодостаточным и в результате он фонит фонит каким-то там понимаете что такое слово фонит фонит каким-то излучением излучением да которое полезно обществу уверенность и вот он если он к своей 70-летней истории подошел сохранился состоялся в таком морально сохранился состоялся в таком виде да то вот это и есть его главное достоинство человека он приносит пользу он приносит пользу потому что вот он фонит своим да присутствием даже он просто фонит в хорошем смысле да а бывает а бывает так к сожалению когда человек дожил до 50 лет без всякого без всякого излучателя внутри и закончил в канаве в своей придорожной я не знаю в ободственных штанах в пьяном виде бывает и такое хорошее сравнение не потребляет а излучает отдает а человек все время брал брал привык брать ну не важно чего да бывают и такие экземпляры которые действительно привыкли только брать и они о чем другом не помышляют их соображалка ни на что больше не сориентирована взять урвать и убежать спрятаться и не сознаваться на этот счет сразу вспоминается вот этот рассказ из детства по поводу раз помните такой то ли в букваре это был то ли где-то еще про ленина которые там где-то играли с детьми разбили что-то никто не признавался и только один владимир ленин тогда будучи урьянов не помните это Володя как его называли Володенька да и он сказал это я хотя это не он был но ну я не знаю так такие высокие материи для меня недоступны была такая педагогическая фенька фишка которая там звучала идеологическая да ну это же хорошее да ну ты знаешь мне кажется идеологические выдумки могут положительно очень но в итоге они всегда будут дешифрованы в итоге через время это будет ясно что это была выдумка понимаешь а выдумка она есть выдумка хоть и идеологическая она или какого она другого происхождения то есть правда проскочит да или истина правда у каждого своя а истина она истина ну угол зрения да когда меняешь блин классно а вот выражение такое есть страстный человек да есть такое да нет страстная любовь любовь а вот ну страсть да отлично вообще супер а вот не вот как вы думаете нету что-то схожего страсти вот корень какой-то один со страхом нет страсть это некая боязнь ну может быть может быть природа у них какая-то какая-то одна там да ну а сами чувства они конечно же отличаются сущность сама сущность из которой произросли произросли эти два чувства может быть какая-то одна хрен его знает поле на котором они выросли в Сундакову надо съездить куда в Сундакову он разъяснит это путешественник там у него что-то специальности там больше двухсот скажем так на любой вкус он школу русского языка создал и вот это изучать вот интересно было бы и тогда вот он и страсть может все вообще раскладывает прям вот эти все слова откуда взялись как чего ну эти слова пришли там посмотришь ты откуда взялся чьих будешь да это ты твоё любимое чьих холоп будешь ха-ха-ха-ха что все холоп да холоп это слово ругательное я прошу его ко мне не применять ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх в книжке Дао Дэ Цзин написано достигнув, оставить я может быть не сто процентов а дойдя до этого чего-то оставлять это то есть если ты сделал какую-то деятельность работу какую-то ты ее просто оставляешь начал завершить нет, ты завершил все, ты оставил ты завершил все уже ты оставляешь ты можешь делать другую деятельность завершил, оставил в моей личной жизни, так бывает очень часто я чем-то интересуюсь меня что-то мои мозги чем-то заинтересовались нет, а не страсть мозги и страсть это разные вещи мозги начали какую-то работу они прошли этот путь заинтересовались потому что это что-то для меня новое неизведанное вот в нем есть какой-то какой-то смысл я это чувствую что это за смысл я не понимаю я начинаю включать мозги для того, чтобы разгадать этот смысл не видно из первого взгляда в итоге прошло какое-то время не один день какое-то время прошло я понял я завершил всю эту работу и я начинаю на следующий день понимать что я ее забываю она мне стала неинтересна вот это слово неинтересна она как раз указывает на то что это была не страсть а это была мозговая деятельность ну или ты увидел что вот ты как бы дошел до логического завершения того, что тебе было на тот момент интересно ты завершил и пошел дальше степень исследования того, чего тебя интересовало и пошел дальше ну мне это нравится подход вот такой дойдя до чего-то или свершив что-то не удерживать то есть оставлять и кстати мне в этом плане давно-давно слышал отпускать интервью одного ученого ну это в Болгарии еще и он там какие-то годы ну в общем он родился в Болгарии на территории Болгарии жил там учился в университете потом стал наукой заниматься уехал там в Англию учиться продолжать потом еще куда-то но уже достиг уровня там высокого и продолжает как бы свои исследования в области какой я не помню какая область то ли химия то ли что-то с этим связано и ему задают ему такой журналист говорит ну на болгарском языке соответственно ему говорят вы болгарский ученый он говорит и что-то там еще какой-то вопрос он говорит не-не-не давайте так начнем что не надо ко мне говорить что я болгарский ученый потому что как только наука зажата в рамках и удерживается это уже не наука ну и мне вот я к чему хочу сказать вот вот эта страсть удерживать ну как это мое злато да если я достиг чего-то до какого-то предела вот отпусти все дальше иди и вот этот ученый об этом кстати и сказал тогда это не называется наукой наука не может быть привязана ни болгарской не может быть ни итальянской ни французской и не моей она наука и называется потому что это наука исследования то есть она вот бесстрастная нет материя для познания она всеобъемлющая доступ к ней теоретически имеют все все живущие на планете земля так вот уж точно другое дело годишься ты для этого по силу тебе или или готов ли ты к этому есть ли у тебя возможность для этого самого познания которое доступно всем вот 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 что он хотел мне так кажется да ну что идем греться да мы идем греть куда идем с пятачком большой большой секрет да но вот в одно место мы сегодня точно не пойдем мы не применяем на бане никаких других мероприятий вот 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 вот